Обращение Рустама Миниханова к Госсовету. Нравственный выбор искусственного интеллекта. Интерактивные научные площадки в Казанском Федеральном Университете. Наука — это особый взгляд на мир. Это возможность уйти от повседневности, от суеты, и посмотреть на этот мир беспристрастно. Казанского Федерального Университета Рустам Миниханов обратился к Госсовету с ежегодным посланием. Он затронул вопросы подготовки педагогических кадров, а также отметил опыт Казанского Федерального Университета по созданию передовых инженерных школ. Обо всем подробнее расскажем в нашем сюжете. Самым обсуждаемым событием недели стало послание главы Татарстана Рустама Миниханова. Он обратился к Государственному Совету с ежегодным посланием. Традиционное мероприятие прошло в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева при участии членов правительства Татарстана, руководителей муниципальных образований и организаций, представителей общественности. Казанский Федеральный Университет представил первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. В своем выступлении Рустам Миниханов сделал особый акцент на взаимодействии науки и коммерции в экономике республики. Одной из точек соприкосновения должна стать передовая инженерная школа КФУ. Безусловно, обороноспособность нашей страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики. Под спорием здесь призваны стать создаваемыми на базе КФУ университета Иннополис и КНИТУ КАХТИ передовые инженерные школы. Напомним, что передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Миноборнауке Российской Федерации. Создание передовой инженерной школы на базе Набережно-Челнинского института Казанского Федерального Университета обусловлено заданным трендом на формирование современных научно-образовательных центров мирового уровня в непосредственной близости к индустриальным партнерам. Школа базируется на территории института и представляет собой целый студенческий кампус с развитой современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом будет заниматься реализацией целого ряда задач – производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработку зеленых технологий, машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Помимо вопросов образования и науки было озвучено множество других моментов, касающихся страны и республики в частности. Именно их и продолжили обсуждать на расширенном заседании экспертного совета Казанского университета. В первую очередь говорили о специально военной операции в целом и фейках в частности. Фейками забрасывать умеют и делают это, но какой в этом плане контент мы предоставляем и чаще всего действительно больше такой оборонный. Затронули и тему реформирования существующих масс-медиа республики. Именно свое уникальное место. Найти свою повестку, адекватно отражающую потребности общества. Ответить в том числе и на сложные вопросы для госсми, какой объем патоки допустим. Потому что иногда бывает, что есть две повестки, которые в госсми присутствуют, и та, которая реально волнует общество. Они иногда не совпадают. Также присутствующие обсудили предстоящий 2023 год, который в Татарстане был объявлен годом национальных культур и традиций. Дальше мы будем развивать нашу национальную культуру, традиции народов, которые населяют нашу республику. Новые задачи поставлены перед учреждениями культуры, перед образованием, перед населением. В целом, послание главы Татарстана разительно отличалось от посланий прошлого года, что отметило большинство экспертов. Аделина Абдрахманова, Фарид Захетоглы, Универ Ньюз. Каждую секунду своей жизни мы делаем выбор, опираясь на собственное мироощущение. Исследованием принципов существования окружающего мира занимаются ученые-философы. Над чем они размышляются в мирных реалиях, смотрите далее. В Малом зале Российской Академии Наук Республики Татарстан состоялась международная междисциплинарная научно-образовательная конференция «Садыковские чтения». В мероприятии приняли участие философы Казанского федерального университета, а также других российских вузов. Судя по тематике докладов, насколько я посмотрел программу, лейтмотив – это, собственно, пути развития отечественной философской мысли в условиях тех многообразных вызовов, с которыми столкнулась наша страна, мировая цивилизация, вот в первую четверть 21-го столетия. Конференция проводится уже девятый год. В этот раз она посвящена памяти российского философа и социолога Александра Зиновьева. Работы многих участников опираются на его труды. Я занимаюсь такой интересной темой, возможно ли запрограммировать моральный выбор, моральное суждение в машину. Может ли машина осуществлять самостоятельно, быть самостоятельным моральным агентом и совершать моральный выбор. Я постараюсь осветить тот аспект Зиновьева, который показался мне интересным и который укладывается в рамки моего исследования, а именно беспристрастность как компонента исследовательской деятельности, в том числе в рамках социологии. Конференция завершится 22 октября. По ее итогам будет опубликован сборник статей в электронном формате. В дальнейшем он будет служить учебным пособием для студентов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся традиционный фестиваль для студентов первого курса «Открываем мир науки». Подробнее далее в сюжете. Наука – это неотъемлемая часть нашей жизни, которая окружает нас каждый день. Поэтому Казанский федеральный университет старается поддерживать научные движения обучающихся в ВУЗе и организует традиционный фестиваль для студентов первого курса «Открываем мир науки». Ребята иногда не очень хорошо понимают, чем занимаются в их институте, и тем более не представляют, чем занимаются соседи, даже те, кто работает этажом выше или ниже. А подобные мероприятия позволяют действительно познакомиться со всем университетом сразу, если так можно выразиться. И иногда, я думаю, что в ходе подготовки вот этих мероприятий ребята уже нашли единомышленников, и именно вот так рождаются межпредметные связи и междисциплинарность, которая сейчас так актуальна. В рамках мероприятия преподаватели прочитали научно-популярные лекции. В аудитории 601 лектор поднимал тему «Ось, кишечник, мозг» или «Что мы знаем через 100 лет изучения микробиома человека». Рассказал о том, как микроорганизмы нашего тела управляют нами. Это интересная тема, которая сейчас достаточно многих интересует, ну тем более, что в нашем университете в том числе разрабатывают разнообразные пробиотические препараты, которые в этом направлении тоже могут подействовать. Я решила сходить именно на лекцию по биологии, потому что это не направление, на котором я учусь, но в принципе очень интересно для расширения собственного кругозора, для жизни в целом. И как раз у нас есть такие направления, как лингвистика сейчас, нейролингвистика. Очень интересно, поэтому пришла узнать что-нибудь еще про наш мозг. В аудитории 603 преподаватель рассказал об искусстве красноречия и дал совет, как перестать волноваться перед публичными выступлениями. Наука – это особый взгляд на мир. Это возможность уйти от повседневности, от суеты и посмотреть на этот мир беспристрастно, с интересом, с позицией того, что важно для каждого человека. И сделать это на высоком профессиональном уровне. На фестивале были представлены лаборатории социогуманитарного, психолого-педагогического и естественно-научного профиля. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета делились с первокурсниками своими знаниями и открытиями в разных профессиональных областях. Участники фестиваля познакомились с деятельностью каждого направления и подчеркнули для себя много нового. За моей спиной – это локация, которую представляют ребяток, занимающиеся в кружке. Научный кружок называется «Олимпиадная подготовка». Сегодня они демонстрируют способ определения витамина С. Вот ребята демонстрируют способ определения витамина С прямо непосредственно в соке, который можно купить в магазине. И с помощью прямого металлотетрования, едуметрического, посмотреть, сколько же там витамина С содержится. Данный стенд представляет лабораторию по новой профессиональной компетенции по здоровью и забережению. Основная работа данной лаборатории связана с населением. В данном случае студенты могут проверить себя в роли спасателя. То есть они делают речь любви с реанимацией пострадавшим, определяют, есть ли у него сознание, нет ли его дыхания. И дальше делают массаж, непрямой массаж сердца. А на экране можно увидеть, как он глубину, правильные руки поставил, какую частоту при компрессиях все это делается, глубина вдоха. В рамках фестиваля «Открывая мир науки» состоялось торжественное мероприятие с подведением итогов фестиваля, концертом и церемонии, где первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский наградил первокурсников-победителей, призеров Всероссийских Олимпиад школьников и обладателей высоких баллов по результатам ЕГЭ. Способ войти в науку, способ познать то, чему вас учат, это есть участие в научной деятельности нашего университета. Активно участвуйте, поскольку будущее Казани, будущее Казанского университета, будущее страны в ваших руках. Напомним, что фестиваль «Открывая мир науки» предназначен для студентов первого курса обучения. Мероприятия такого масштаба позволяют ребятам узнать больше о Казанском университете, познакомиться с работой других институтов, а также найти хобби по душе. Алина Красильникова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюз. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизированных. Ткань и все необходимое для изготовления одежды и экипировки для мобилизированных приобретаются на средства спонсоров, организации республики и отдельных граждан. Опытные образцы, нашивки для которых тоже разработаны в EDP, будут апробировать в полевых условиях военно-формирования Тимер, Алга и Барс. Первую опытную партию планируется отправить в ближайшее время. Большинство изготавливают изделия в таком обычном, обыденном понимании. Мы же, как опытно-конструкторский цех, мы предполагаем улучшить эти качества, максимально изготовить изделия именно под нужды наших военных, чтобы им было удобно и комфортно, скажем, да, и в какой-то мере, наверное, даже безопасно, скажем, да, вот в этой нашей одежде. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова